Подпрыгни. Расскажи-ка мне, как это так получилось, что когда я приехал в Тамблвит, пешком решил пойти? Под венец пойдемте. А вы не против? А вы хотите? Ты забыл, что у меня есть лошадь? Я рассказал тебе стоять. Я не услышал. Давай проверим еще раз. Иди вперед. Стой. Иди. Сон же, отпусти меня. Подпрыгни. Иди. Стой. Умница, Далей. Ну все, если ты не передашь, ты же знаешь, что с тобой будет и будет с твоей Бетти. Грэм Лейнбурт затовдет. Он будет слиться тебе в страшных кошмарах, так сказал Свонсон. Прекрасно. Прекрасно, Далей. Вперед. А вот и ты. О. Гарри Рейборна. А вы, я так понимаю, Варга? Я знаю. Да. Приятно познакомиться. Да, взаимно. Выскалом, я покажу тебе кое-что. Ага. Благодарю за то, что вытащили меня из тюрьмы. Ага. Это пустяки. Да нет. Нужных людей не жалко. И договориться лишний раз. Ну, тоже верно. Осталось только понять, нужны ли ты. Давайте разбираться. Да. Твою мать. Спускайся. Какая приятная компания. Знакомься. Это Шериф Нормандил. Шериф Рос. Шериф? Поприветствуйте нашего гостя. А, Шериф Рос. Я наслышан. Он что-то молчаливый какой-то, да? Шериф. Я говорю, поприветствуйте гостя. Неужто ему язык тоже отрезали? Я знаю вашего сына, Шериф Рос. Отойдите в сторонку. Ладно. Стрейнбор. Бизен. Рейборн. Поприветствуйте гостя, Шериф. Я ведь учил тебя манерам. Ты думаешь, если меня можно пригрозить, то я умоляю о смерти? Иначе я снова включу музыку, и ты будешь сидеть здесь до конца своих дней. Привет, Шериф. Доброй ночи. У вас хороший сын, правда, мягкотелый немного. Пытался я сделать из него мужика, но, видимо, не получилось. Отлично. Я рад, что ты знаком с его сыном. Это то, что мне нужно. А, да, да. У нас была прогулка в пустыню. Шериф будет умирать здесь до конца своих дней. Кстати, видишь женское тело в ионахах с вырученными кишками? Да, прекрасно. О, они не виделись больше года. Оба думали, что мертвы. Но теперь... Та-дам! Сюрприз удался. Видишь? Вы соединили любящие сердца, я смотрю. О, да. У них было целых полторы минуты диалога, представляешь? Ну, кому-то того хватает. Это на вес золота. Да. Ну, хотя бы встретились. Бедный шериф. Посмотри на него. Он умирает. Да. Что же он вам такого сделал? А, сотрудничал с Даль Лобус, да? Кажется, люди о чем-то кричат. А? Проверить? Ну-ка, пойдем. Посмотрим. Черт возьми. У нас гости. Рейбон, я найду тебя. Езжай отсюда. Как можно быстрее. А, договорились. Если не хочешь, чтобы выстрелили. Не займись его сыном. Он твоя цель. Ага. Доброе утро. Салон открыт? Да, наверное. Угу. Здесь, я смотрю, так же оживлено, как и всегда. Я говорю, меня слышно? Да, да, да. А где все-то? Здрасте. Здорово. Здорово. Я не знаю, где все. Понял. Вы помощник или шериф? Помнится, был помощник. Как-то спокойно. Что-то слухи какие-то выходят. Страшные. Армадил. Интересно, какие же. Да, я и сам, кстати, не в курсе. Я обогрелся это время. Афроамериканцев убивают. Дель Лоба что-то здесь хозяйничает. Слушай, Винни, это не ты сейчас стреляла из лука в меня? В тебя? Нет. Я по крысе стреляла. Я просто слышал сейчас такой звук. Да, я меткость свою проверяла. Винни, а где это они? Под землей. В смысле? Да, он погиб. Походу, да, много поменялось. Гаррет хоть еще живой? Не знаю, давно не видел. Он хозяин салона. Пару дней назад был жив. А, ну... Надеюсь, хоть он живой еще. А как вас зовут, сэр? А вас как? Джон? А, я расслышал... Колтон. А, Болтон. Очень приятно. Колтон. А, Колтон, Колтон, ага. Так это тебя сегодня расстреливать везли, или что? Кого? Тебя. И это освобождать? А-а-а. Или расстреливать. Сколько у меня везло людей, Винни? Да... Двое вроде. И что, как вы думаете, не расстреляли бы, если бы не особо... если бы захотели? Не знаю. Мне вроде послышалось, что... Сказали, что ты сбежал. Что? Это кто сказал, шериф? Я не послышалась. Может, не послышалось, может, и не было. Может быть, может быть. Шериф сказал, что против меня никаких нет улик, но так как он всем уже растрендел в городе, в тамбл виде, что я такой весь такой плохой, поэтому нужно сделать вид, что я убежал. Теперь он мне запретил появляться в тамбл виде ценой моей жизни. Если я там появлюсь, меня там пристрелят. Как-то так. Ладно, господа. Доброе утро. Как дорожка? А, Свонсон. О, док. Приветствую вас. Да, док. Слушай, а как это так получилось, что когда я приехал... Свонсон. Док? Свонсон. Док? Свонсон. Док. Да, я говорю, все хорошо. Ага. Расскажи-ка, в тамбл виде ты едешь? Ну да, как раз туда. Расскажи-ка мне, как это так получилось, что когда я приехал в тамбл виде, пешком решил пойти? Ну, я вас слушаю. Как так получилось, что когда я приехал в тамбл виде, меня сразу же арестовали и сказали, что я там похитил кого-то. Ты же сказал, что она не сказала, что не помнит, кто ее похищал. Так и есть, это то, что она мне сказала, когда я доставал из нее кури. Ууу! Ну, собственно, шериф, я так понимаю, она тоже самое сказала, но почему-то шериф решил меня арестовать и продать варга. Если вы думаете, спонсор, что я вас знал, то вы сильно ошибаетесь. Как я и говорил, вашей рожи не было на плакате. Да, это так. Я просто хотел узнать. Ну и еще... Поздравляю, мы работаем с вами на одного человека теперь. Вы стоите на с ним? Да, меня шериф продал ему. О, и сколько вы стоили? Да, понятия не имею. Мне кажется, ему сказали, дайте нам человека любого. И он отдал меня. Сказал, что тебя там убьют, поэтому ты так подонок, все, отдаю тебя туда им. Ну что ж, вам хотя бы везет больше, чем мне. А это что такое? Ну, мистер Варга с вами хотя бы встретился. А, между прочим, мне обещали, что он заплатит мне в полтора раза больше, чем в Армадилу. В итоге я не получил ни денег, ни встречи. А-а-а. Ну я сегодня видел его буквально пару минут, и перед ним стоял связанный рукам и ногам шериф Рос из Армадила, а перед ним лежала его убитая жена. Поэтому, если вам что-то он задолжал, будьте аккуратнее со словами. Ну, собственно, я ему даже не напомню про этот долг, если шериф Рос больше никогда не покажется. Шериф Рос, я так понимаю, больше никогда не покажется. А вы не видели его сына, кстати? А-а-а. Мне кажется, он носился по тамблу виду сегодня. Да? Вроде бы да. Я не уверен, что это был он, мол, из-за него похож. А-а. Отлично, отлично. Отлично. Как дела у вас проходят в целом? Неплохо, заработок есть. Ну, отлично. Я не могу сейчас пока поделиться деньгами, потому что у меня уже закончились они, плюс... Я ни в коем случае не прошу. Вот уже со дня на день мне должно прийти свидетельство о смерти. Я прямо жду и дождусь. Прекрасно, прекрасно. Купернайт, что там? Слышь на нем? Между прочим, мистер Найт мне вчера угрожал. Угрожал? Да. Значит, не просто так про вас расспросим. Он думает, что я каким-то образом повязан с вами и с этим похищением. Сказал, что у меня очень умная голова, в большую голову проще попасть. А-а. Да, похоже на угрозу. Мне кажется, он съехал с катушек. Вполне возможно. А мне шериф запретил появляться в Стамбл-Виде. Сказал, что если туда приеду, если останусь живым, то он меня пристрелит. Так, куда же вы тогда путь езжите? Да я вот здесь, туда-сюда, туда-сюда. Вормотило теперь у меня безопасно. Никто там меня не ищет. Поэтому езжу по дорогам, пытаюсь заработать деньги. А, понятно. Как всегда встречаете человека револьвером в лицо? Да, да, да. Не изменяю своим традициям. Да, хоть что-то в этой жизни не меняется. Именно. Стабильность, она важна. Как выше раны? Благодаря вашей настойке язык, хоть и пополам разделен, но уже... Но это, конечно, но не так усиленно, как вчера. Шериф еще попросил меня смотреть вас вчера, когда вы уже без силы сходились спать. Но, клянусь богом, я вас и пальцем не тронул, только посмотрел, как не просили, без рук. Хорошо, спасибо. А шериф с шерифом будьте осторожнее, он хитрый жук. О, вы даже не представляете какой-то. Да. Ну, так что, как ваша работа с мистером Варга? Уф, сказал убить сына Роса. И все? Пока что, да. Я так понимаю, это проверка? Если он еще там увидит, я могу вам помочь. Настолько вы ненавидите Рос? Шериф Рос в обиде на меня за то, что я взял деньги и не вернулся в город. Не могу сказать, что в этом нет моей вины, но я все же хочу заезжать в Армадилла, не переодевать. А-а-а. Поэтому, если и тот, и другой Рос будут на том свете, мне даже лучше. Ну, собственно, конечно, если вы посмотрите, и там есть младший Рос, то, конечно, я бы его встретил где-нибудь на дороге. А ты это не видел в городе сегодня? Ну, нет, это не та данина, в сестре я сегодня не видал. Могу дать 2 доллара, 3 доллара тебе. На 2 доллара купишь патронов мне для револьвера, а один на себя ставишь за беспокойство. Да, не вопрос, ждать, когда потом, как куплю. У меня есть деньги. А, ну ладно. Что мне делать, если младший Рос действительно в там будет? Просто выехать, сказать мне, что он там. И что-то просто... Я думаю, если вы когда-то позовёте его, то он что-нибудь заподозрит. Да, такое может быть. Но в таком случае давайте я поспешу в Тамбулу, где мы с вами встретимся. Да, да. Давайте встретимся вот у этого моста железнодорожного. Вот это перед нами? Да, хорошо. Если кое-как вы увидите, тоже скажите тогда, посмотрите, там он или нет. Хорошо, тогда я поспешу. Благодарю, мистер Плак. Опа. Это я. Знаю, что большинство людей смотрят видео без подписки, поэтому прошу, пожалуйста, ребята. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Будет приятно. Я же стараюсь как бы, а? Ну, если моя реклитация останется чистой, то никаких проблем. Угу. Это я и хотел услышать. Да проезжай. Или хочешь сдохнуть. Сразу я говорю, что я никаких клятв не давал. Не верьте в этот бред, который вам будут говорить. Я всем говорю, что я не давал никаких клятв, но все почему меня в этом прикажут? Ничего себе. Я что-то слышал про клятвую. Разве нет? Сдаются? Я учился врачеванию не в госпитале, а меня учил отец полевой хирург. И мы клятву не давали. А, понял, понял. Ну, тогда тем более. Прекрасно. Прекрасно. Так, ладно. Тогда я сейчас проедусь еще в сторону Армандила. И, наверное, пойду отдыхать. Поэтому, мистер Блэк, спасибо. Надеемся, у нас будет с вами сотрудничество еще в дальнейшем продолжаться. Надеюсь, да. Обязательно увидимся с вами. Да, тогда до встречи. До встречи. До встречи, мистер Смонсор. А, можете называть меня Рейборном. Рейборном? Да, для чужаков я Свонсон, для своих я Гарри Рейборн. О, вы выдумали имя. Ну, Джон Свонсон, да, первое, что пришло в голову. Предусмотрительный. И даже звучит неплохо. Спасибо, спасибо. Мы с отцом позаботились об этом. Добрый день. Ой, добрый день. Как ваши дела? Вполне. Можно зайти в салон, а ты открыт? Не совсем, но можно налить. О, спасибо, я бы выпил. Добрый день, мистер Мэйсон. Приветствую, приветствую. Как жизнь? Да, потихоньку. Вот язык пополам разрезали, шрам оставили. А так все в порядке. О, и кто же так? Я пока не буду об этом говорить вам, Шарлотта, чтобы не спугнуть этого человека. Это кто-то один? Да и не совсем. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасная рубашка. Благодарю. Можно вопрос? Там на шее что-то было? У того, кто разрезал мне язык? Да. Уф, уф, уф. Да вот как-то слабо помню на самом деле. Может быть вернется память. Ну, что-то было про Люцифера. Парет. Я кушать готовлю, что такое? Я там бумажки-то бы не нашла. Риф, помощник? Да, наверное, да. Я знаю, они не сказали. Вы так близко подошли, мы с вами идем под венец? Да, мы сейчас поедем, да? А вы хотите под венец? Да нет, он так обычно так близко подходит. О, вы тоже помощник шерифа? Точно так. О, наконец-то хоть кого-то и вижу не это, разговорчивых. А то тут ходят, знаете, это. Под венец пойдемте. А вы не против? А вы хотите? Да нет, то, что бы хотел бы. Да вот я должен просто говорить про венец, да? Мы втроем, что ли, пойдем, ребята? Так, ладно, мне в виски, если нет, то бурбон. А если нет, то ром. Нет, так, ром был, бурбон был. В виски тоже был, я помню. А, ну, вечно. Так, а что вообще нахрен творится? Короче, вкратце рассказываю. Стоп. И то, и то, и то. Стоп, 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 Фил. Давай, что у нас в офисе не стоит мешать. Сейчас не мешать. Да-да. Пойдем в офис. Как ваши дела, Чарли? Тяжело долго объяснять. Виски, бурбон. Виски. Стакан. Да, у меня были 50 центов, счет будущей выпивки. Мисс Прайс может это подтвердить. Ну, либо, если не записано, то я оставлю, конечно, деньги. Нет, здесь не было никаких бумажек. Мисс Прайс? Час. Да? Помните, что я 50 центов вставлял на будущее? Да-да, помню. Было такое. Как вы ловко, плевательницу звезли. Да, бывает. Значит, долго рассказывай, да? Вы тут надолго хотите остаться, Чарли? Я, как всегда, проездом. Этот проезд вам до вас должен быть как можно быстрее, потому что скоро здесь станет жарковато. А что случилось? Слухи. Поделитесь? Да, но, наверное, не здесь. Я уже начал узнавать по поводу вашего вопроса, и вот, кажется, нашел людей, которые могут знать, но вот пока что нужно кое-что для них сделать, чтобы задавать вопросы. Мы поиск поговорим. Город, я на пару минут отойду. Да, давай, не забывай, что мы сейчас уезжаем. Я все помню, Гаррет. Не психуй на меня. Пишина ваша? Нет. Сестра. А, извините. Кстати, виски сегодня лучше, чем в прошлый раз. Это хорошо, да? Ничего себе. Здесь или... Пойдемте к конюшне, может быть? Не хватит еще, чтобы нас не слышали. Да-да-да. Вы же в курсе, да, что Дель Лобо здесь обосновались? Да, в курсе. Ну вот, я слышал, что враги Дель Лобо скоро приедут в Вармадилы и... Уничтожат здесь все. Ну, где Варба? Да. Вы знали их? Знаете их? Мы пытаемся решить эту проблему. Вы... Не присоединитесь, или вы будете боевать с ними? Я не знаю. Но, мне кажется, что... Воевать. Воевать с людьми Варга? Видимо, да. Угу. Они знают про мой вопрос. Подождите, вы же говорили, Эль Грего вас ищут. Аль Греко. Аль Греко. Да. Это Аниша? Я не знаю. Не в курсе. Просто... Здесь вопрос в другом стал. Чем же? Они похитили шрифт. Русо? Да. Так. Отсюда. Не обещается его убить. А зачем? В указ всему Армадилу. Ничего себе. Я просто слышал край муха, когда... Валялся там с разрезанным языком. Что? Ну, вы разрезали язык. Да я не понял, кто. Меня сначала... Язык разрезали, а потом... Шриф там был видом, меня арестовал. А потом отдал на растерзание людям. Которые как-то с этим связаны. Но я послушал разговор, что о них и планируют нападение. Вот. Шрифу там был вид, а тоже нелегко их... Как я поняла, обязали сотрудничать с этим видом. Да, шриф там был вид, а еще тот гнилой человек. Мне самое нравится. Это не шериф. Шерифы так не работают. Так, то есть похитили шерифа, чтобы дать понять Армадилу, что власть в их руках или что? Ну, или бы ради того, а вообще... Все равно моя жизнь в наших руках. Ну... Да-да-да. Вообще, шрифа в руки... Чем водит, а в дальние люди в Армадилу? Да, и кто же? А, черт его знает. Ничего себе. Я с ней. Значит, его тоже недорюбливали здесь. Видимо, да. Попытается шериф, я даже не знаю. С одним я точно не в ладах, а про этого Россо даже не знаю. А подождите, у него же сын есть у Россо. Да. Он что-то делает, он стал шерифом или что-то еще? Его отсюда погнали. Чего? Его выгнали? Да. Его вчера, не знаю, закопали в гроб. И мы его выкапывали. Причем закопали живьем. Понятно. Как мило они относятся к своим жителям. Да, как обычно находит коза отпущения. Это всегда легче, чем найти виновну. Да, все верно. Они, собственно, хотели, видимо, жертву одного человека спасти весь город. Ну, так думали, наверное, они. Купцы. Один ради многих. Ну, это так не работает. Конечно, не работает. Сначала один, второй, третий. Да, как бы этот один потом не ревнул к тем, кто... Да, 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 именно, именно. Понял, понял. Ну, в общем, мое дело предупредить, потому что нас с вами уговор, а я не хочу, чтобы наш контракт с вами был расторгнут раньше времени. Понимаю. Поэтому, если... Мне сказали, что люди из Армадила все будут переселяться в Тамбл-Вид? Не все. Не все, да? Ну, в общем... Там долгая история, и опять же... Я не могу сказать. Угу. Понял. Ну, в общем, будьте осторожнее. И как можно быстрее покидайте город. Я скажу так, в Тамбл-Виде тоже будет небезопасно. Да, мне уже туда путь заказан. Шрифт сказал, что если там появлюсь... О, кажется, вам светят. Меня убьют. Ну, ладно, тогда будем держать... Где вас найти можно будет? Пока что в салоне здесь? Да. Хорошо. Если что, спросите у Гаррета. Да, да, хорошо. Спасибо, что уделили... Время на разговор к Гарде. Да, идем. Поехали. Так вот, я тебе говорил, что мы позаботились о тебе, взяли стрелу. Добрый день. Добрый. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok